Всем привет, с вами Алексей. Сегодня вкратце поговорим о таком заболевании, как манелиоз и другие заболевания растений. Все, в основном, блогеры уже высказали свое мнение. Я имею ввиду фундуководов. И выскажусь и я, а теперь моя очередь, потому что я один из первых ввел в своих видео такое понятие, как манелиоз. Вкратце, как это произошло. Начали погибать растения, тогда еще опыта у меня было не сильно много. Я взял листья пораженные, они были как коричневые, засохшие. Принес их в один из магазинов дачных, в которых я скупался, потому что там девочки хорошо разбираются. И мне сказали, манелиоз. Вот с этого все и пошло. Я говорю, дайте от манелиоза лекарство. И мне дали хорус, скор и тому подобные препараты. То есть, системного действия. В чем смысл вообще всего этого? Конечно, существует манелиоз. Конечно, он поражает растения. Молодые растения могут погибать. Взрослые очень сильно страдать. Сам орех очень сильно портится. То есть, оно лечится. Есть, правда, растения, которые генетически очень плохо, сорта вернее, которые очень плохо ему противостоят. Там проблемы будут намного сильнее. И не факт, что обработки помогут. Да, ну, к счастью, таких сортов не сильно много. Если у растений хороший иммунитет, и вы делаете, допустим, хоть и 4 опрыскивания, которые я рекомендую, весенние, то, скорее всего, манелиоза у вас не будет. Если будет, то это будут считанные проценты. Это ничего страшного. Значит, как его легко определить? Ну, отсыхают ветви. И у такого плана растения покрываются всякими белыми пятнами. Это вот на примере сливы. Сливы я показываю. Они отсыхают плоды, опадают. То же самое у фундука. Опадают плоды. Но есть еще одна интересная тема. Не надо привязываться к этому манелиозу. Когда я говорю манелиоз, я подразумеваю все болячки, которые могут нападать, плодовые гнили и так далее. Все грибковые в основном заболевания. И все эти заболевания лечатся препаратами такими, как хорус, скор, топсин М, фитоспорин М даже в какой-то степени биопрепарат. То есть, не надо привязываться в моем случае, когда я говорю манелиоз, это не значит, что это именно манелиоз. Это значит растение больное. Больное, скорее всего, грибковыми заболеваниями. Так вот, препараты хорус, скор, топсин М и тому подобное, они прекрасно справляются с этими заболеваниями. То есть, препарат должен быть системный. Он должен впитываться в растения обязательно. И препарат должен быть широкого спектра действия. Соответственно, очень большие шансы, что вы вылечите болезнь. Я очень много вылечивал и без проблем. Это что-то серьезное, если у вас какие-то вирусы уже серьезные, раки там и так далее. Тогда уже да, все хана в основном. Но вот всякое вот такое лечится легко. Поэтому, ребят, не надо присылать мне листочки. А вот что это у меня такое, что это у меня такое. Мне такого на присылали. То есть, ну, наверное, этих заболеваний очень много. Потому что, ну, присылают, там почернение, скрючивание, там еще что-то, там еще что-то. Запомните, если с листом что-то не так, надо бить тревогу. И в первую очередь опрыскивать. И во вторую очередь, ну, поливать, естественно, хорошо. Потому что, может, оно подгорает просто у вас. Ну, притенить, может быть, даже если молодой обязательно. И если это, допустим, идет увядание, именно просто увядание листа, то это майский жук работает, он сжирает, личинка майского жука сжирает корни ваших растений. И они в скорости могут умереть. Вот и все. Поэтому, ребята, самое главное. Не надо нам звонить, не надо нам писать, потому что звонков этих, это ужасно все отвлекает, особенно в разгар сезона. Не надо этого делать. Все очень просто. Берете, покупаете оригинальные препараты, системные, и работаете ими, и все у вас будет хорошо. Весенние четыре опрыскивания обязательные. Я неоднократно рассказывал, как это делать, и в видео от АДАЯ, и в других видео про обработки. Обязательно прыскайте, никого не слушайте, и не будет у вас никаких манелиозов, шманилиозов, и все у вас будет замечательно. Все. Я надеюсь, тема с манелиозами и его братьями закрыта. Вы все прекрасно поняли. Давайте работаем, и у вас будут прекрасные орешки, прекрасные фундуки, и не только. То есть, это касается не только фундука, это касается абсолютно всех растений. Абсолютно всех. Все. Всем спасибо огромное, кто смотрел. Лайк видео, кому понравилось. И всем пока.